Привет, меня зовут Аня, и я начинаю свой рассказ. Олимпийские игры – это соревнования среди самых тренированных и наиболее талантливых спортсменов на планете. Параолимпийские игры – это то же самое, но для спортсменов-инвалидов. Чтобы иметь возможность соревноваться, многие паралимпийцы используют вспомогательные приспособления и протезы, некоторые из которых уже превратились в сложные электромеханические устройства. В это же время организаторы соревнований продолжают ограничивать характеристики снаряжения атлетов. Поэтому имеет смысл создать новый тип соревнований – Олимпиаду для киборгов, где поощряется использование самых современных технологий. Такие соревнования называются кибатлон и уже однажды проводились в Цюрихе в 2016 году и собрали 80 команд из 25 стран. Главное отличие от Олимпиады и Паралимпиады в том, что состязания в кибатлоне не дублируют спортивные дисциплины. Их задача одновременно и проще, и сложнее. Они имитируют жизнь. Каждое привычное нам действие для участников оказывается вызовом. Крутить лампочку при помощи бионической руки или подняться по лестнице в экзоскелете. За каждым небольшим шагом стоит огромная работа ученых, производителей технологий и самих атлетов. Чтобы стать заметным на фоне Олимпийских и Паралимпийских игр, кибатлону нужен новый голос. Смелый, решительный, открытый. Суть бренда – соревнования, в которых выигрывают и люди, и технологии. Баланс технологичности и человечности стал отправной точкой в поисках стиля для кибатлона с одним уточнением. Это Олимпиада с озвольственным ей масштабом и зрелищностью. Олимпийская эстетика нашла свое отражение в знаке. Только вместо пяти колец-континентов у кибатлона шесть колец по числу дисциплин в соревнованиях. В буквах логотипа считывается микс биологических и технологических форм. Фирменный шрифт сделан на основе шрифта «Стандарт» студии BB Bureau и дополнен выразительными деталями. Парой к акцидентному шрифту стал «Алвар» – прагматичный гротеск с инженерным шармом. Фирменная палитра цветов позволяет создавать множество ярких сочетаний. Размышления о том, как в будущем может измениться понимание спортивного героя, стали основой для фотостиля. В котором сложный градиентный свет проявляет характер атлетов. С Александрой и Сергеем, героями этой съемки, мы познакомились в соцсетях. И они сразу же поддержали мои идеи и примерили образы олимпийских чемпионов будущего. Все элементы айдентики нашли свое отражение в плакатах. Участники кибатлона – люди с невероятной волей и упорством. Это ощущение преодоления проявляется в копирайтинге с характером. Немного сбавить технологический нокаут позволяют пиктограммы, нарисованные живой, плавной линией. Пиктограммы обозначают шесть дисциплин в состязаниях и используются в навигации. У соревнований множество целевых аудиторий. Из каждой из них бренд встречается на своих площадках. Раньше всех с организаторами, задолго до того, как все участники соберутся на одном стадионе. С производителями технологий, со страниц буклетов с описанием дисциплин. Со спортсменами, когда они приземляются в стране, где проходят соревнования, или когда регистрируются на мероприятия. С жителями города на афишах и городских форматах наружной рекламы или в билетных кассах. С волонтерами на футболках и рюкзаках приветственного набора. Обо всех новостях Олимпиады можно узнать на официальных страницах соцсетей. Дорогу на соревнования укажут брендированные стойки навигации, а территория стадиона маркируется нарядными флагами. Следить за ходом соревнований зрителям помогают с табло с подсказками. Самый торжественный момент на любой Олимпиаде – церемония награждения. На кебатлонях, по аналогии с Кубком конструкторов Формулы-1, награду получает и спортсмен, и институт или компания, разработавшая технологию. Нас окружают разные люди, и мы, как дизайнеры, имеем возможность через коммуникацию влиять на их восприятие. Мы можем сделать непривычное и некомфортное красивым и эстетичным. Мы можем повлиять на то, что люди, для которых проводится отдельная Олимпиада, будут выглядеть на ней уверенно и прогрессивно. Я выбрала эту тему, потому что хочу, чтобы о кебатлоне узнало как можно больше людей, и новости о нем стали частью глобальной спортивной повестки. Теперь вы знаете. Спасибо, что пришли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...